Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Приятно, когда к нам возвращаются в эфир, приходят наши уже постоянные гости, участники. А вдвойне приятно, когда это ещё одновременно и депутат, человек, с которого можно спросить, который что-то может рассказать. И втройне приятно, что Наталья Геннадьевна Скисова, которая сегодня у нас в гостях, ещё и руководит кадетской школой. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнём с выпускных, да, потому что это лето, такой период. В вузах, например, в высших учебных заведениях ещё всё в разгаре в основном. То есть, я имею в виду, те, кто учатся, они сдают. И тут же начинается приёмная комиссия. Так что бедные преподаватели вузов мучаются практически круглый год. А у вас как бы сейчас что, вы выдохнули? С этого понедельника мы, наконец-то, выдохнули. Выдохнули. Да, потому что в июне на базе нашей школы был пункт проведения экзаменов, включая резервные сроки, то есть это до конца июня. И плюс работал пришкольный лагерь. Поэтому в полном составе коллектив отработал прям максимально. Ну, давайте тогда подведём итоги. Всё-таки учебный год закончился. Начнём с кадетской школы. Во второй части уже буду мучить вас депутатскими вопросами. Как вы подвели бы итоги? Что было хорошего? Что, может быть, не удалось? Какие вот надежды на будущий набор? Выбирайте любой вопрос. Конечно, мы уже начинаем анализировать ушедший, скажем так, учебный год прошедший. Конечно, нас не всё устраивает то, что было. Уже у нас есть такие серьёзные намётки на следующий учебный год и есть в планах. Пока не буду открывать, потому что это пока планы, нам надо их реализовать. Вот. Немножко поменять, расширить, я бы сказала, нашу деятельность такую образовательную. Интрига. Да, пока интрига. Но выпуски хорошие. Мы всегда гордимся нашими ребятами. Выпуски хорошие. Будет у нас уже есть шесть медалистов. Это хорошо. А что медаль сейчас даёт? Медаль даёт плюсы при поступлении в разных вузах по-разному, разное количество баллов. Ваши медалисты будут поступать? Конечно, конечно. Все поступают, все будут продолжать своё образование в высших учебных заведениях. Тут слухи пошли. Я так параллельно этой истории. Уж не знаю, слухи, не слухи. Ну, во-первых, всё началось с того, что баллонская система, опять же, узовская, подверглась сомнению, скажем так. Но как-то подверглась, и пока непонятно. Так потихоньку, это тоже интрига. И пошли слухи про ЕГЭ. Вот вам что-то известно? Может быть, уже какая-то пришла команда, что как-то по-другому будет? Или пока ЕГЭ остаётся? Нет, пока всё тоже и у нас на уровне слухов. Но я хочу сказать, что каждый год приходят родители, особенно с вопросами будущих выпускников, то есть от 10-9 класса, а говорят, отменят. Ну, пока всё на месте остаётся. В этом году хочу отметить, что был очень высокий уровень заданий, особенно по профильным предметам. Очень сложно это отметили и педагоги, и, в общем-то, мы тоже увидели это. Но это значит, что государство ждёт от нас подготовки более высокой. То есть, если, грубо говоря, будут какие-то изменения, то вы готовы тоже приступать, думать и подстраивать свою работу? Вернее, не подстраивать, неправильное слово. Выстраивать свою работу, исходя из того, что будет? Безусловно. Потому что мы видим, что образованием сейчас занимаются, да? Ввели вот новый предмет, который называется «Основы жизнедеятельности и защита отечества». Что-то такое, длинное название. Тоже я прочитала. Вообще сейчас очень много каких-то новшеств таких пока что. Я, например, о них читаю тоже в соцсетях. Наверное, в августе всё это как-то сложится в какой-то, да? И на самом деле это немножечко нас пугает, потому что мы понимаем, что... Мы же должны учебную программу. Да, мы же должны вообще подготовиться. А когда августовский педсовет? Он в конце августа. А, в конце августа. А, но это уже поздно. То есть в начале августа хотя бы узнать, что будет? Хотя бы, да, знать обо всех изменениях, которые действительно прочно уже войдут. Да, хотелось бы заранее. Но, с другой стороны, все в отпуске. И учитель, имея, в общем-то, одно из таких бонусов, да, хороший отпуск, 56 дней, вот, нужно отдыхать. Нужно перезагружаться, потому что сейчас работают педагоги, конечно, очень серьезные. Ну, а приём детишек новых? А он у нас идёт, он у нас, да. Идут, ложишь цифры, должны быть какие-то? Ой, цифры, цифры, как всегда, пугающие. Рассчитываем набрать одно количество детей. Что больше, да, всё время больше. Больше, больше, да, больше детей. Это радует, безусловно. Это значит, что школа востребована. Это значит, что мы конкурентно способны. Потому что идут из других территорий постановления администрации. Ведь за каждой школой закреплен определённый микрорайон, который мы принимаем в первую очередь детишек. То, что, не знаю, уже до Нового года, наверное, с ноября месяца начинаются звонки от родителей, как попасть в школу, это радует. Но, с другой стороны, это немножко напрягает, наверное, не знаю слово. Потому что нужно обеспечить, набрать детей легко. Ну, условно говоря, да. А вот дать достойное образование, материально-техническую базу, педагоги, это всё сложности, они есть такие. А критерии приёма детей у вас есть или вы берёте на общих основаниях? Нет, мы же кадетская общеобразовательная школа, и мы в школу берём всех желающих. А вот в кадетские классы у нас основное правило приёма – это основная группа здоровья. Потому что это дополнительная нагрузка, и, безусловно, ребёнок должен быть физически готов. А вот хорошо, вы пускаете кадета, да, получается, из этого направления. Он дальше идёт, у него есть какие-то привилегии при поступлении, например, на военное училище или что? Ну, наша школа привилегий как таковых не даёт. Но так как наше кадетство существует уже с 1995 года, уже очень такая у нас, да, выработанная система такая хорошая, которая уже даёт и даёт результаты, и, в общем-то, мы уже на слуху. И поэтому наши кадеты, конечно, с удовольствием берут. С удовольствием и слова благодарности мы регулярно получаем, потому что если это военное училище, это готовые, в общем-то, кадры, командиры, они знают устав, они знают строевую подготовку. То есть они обладают уже определёнными навыками в этой области. А так сейчас очень много ребят наших поступает, ну, это модно сейчас, IT, IT-технологии, да, технологические вузы. Да, и мы вот 10-11, мы же формируем 10-й класс заново, и кадетский у нас чаще всего это профиль технологический. То есть это профильные предметы физика, математика, информатика. Ещё один такой вопрос, который больше, наверное, задают родители или бабушки, дедушки, или прабабушки и прадедушки, потому что всем кажется, что вот раньше всё было лучше и так далее. Дети всё-таки меняются, меняются подходы, меняются принципы. И хорошо, когда вместе с детьми, в хорошем смысле слова, меняется и педагог. Потому что когда у педагога очень старая школа, и он не слышит, не понимает, какую музыку дети слушают, почему они её слушают, ну, психологические аспекты, то это, наверное, не есть правильно. Поэтому я так плавно подхожу, интригующе, к вашему педагогическому составу. Мы обсуждали уже не раз этот вопрос, но тем не менее. Потому что правда, на мой взгляд, вот как преподаватель вуза, определённые вызовы есть. Поведение. Каждый год приходит новый какой-то набор со своим каким-то, даже не знаю, как это назвать, с чем. Со своим миром новым. Да, со своим миром. Каждый ребёнок – это свой мир. Да, и эти миры ещё объединены в какую-то группу. Внутри идёт борьба за выживание иногда. Вот как удаётся педагогам принять этих новых ребят, и дальше всё-таки постараться из них сделать то, что всё-таки больше хочется нам, родителям. Не потому что мы больше знаем, а просто мы знаем, что так им будет лучше. Я, наверное, не соглашусь со словом «подстраиваются под детей». Всё-таки вот я своим коллегам всегда говорю, что мы должны быть, мы же вангард. Да. Ведь от того, каких детей мы вырастим, такое будет наше будущее. Поэтому мы обязаны слушать их музыку, дабы быть с ними на одной волне. Мы обязаны нравиться, нам не нравиться принимать их какие-то модные веяния. Мир. Другое дело, что, конечно, уже со своим жизненным опытом мы должны, наверное, направить. Но всю историю, если мы проанализируем, когда-то были хиппи, которые не принимались, потом были металлисты, которые тоже, наверное, не совсем удобны. Педагогам. Да, но тогда и модно ещё было, что ты должен входить в такую тусовку. Ну, так оно и ничего не меняется. И сейчас модно куда-то входить. Я, например, с трудом, я очень стараюсь, но я с трудом принимаю розовые, зелёные, фиолетовые, бордовые волосы. Мне как-то... Мультипликационный такой. Да, мне как-то это немножечко... Конечно, я принимаю, я разговариваю. Была у нас ученица, пришла половина ярко-бел... Ну, прям вот белый кипель, половина чёрная. Приходит ко мне день, прошёл второй, я увидела её в крыльях. О, боже! Я не смогла сдержаться. Она подходит. Что? Я говорю, какая ты красивая. Вот. Она, конечно, восприняла это как комплимент, не знаю уж и искренне, не искренне. Проходит пару дней, она приходит со слезами на глазах. Говорит, меня все зовут Двухголовый. Я говорю, ну, подожди, присядь. Говорю, скажи мне, пожалуйста, ты с какой целью покрасилась вот так ярко, так вызывающе? Чтобы привлечь внимание, ты же добилась этого. Да. А как называют, это уже другой вопрос. Ты хотела внимания, ты его добилась. Ты не пройдёшь, чтобы на тебя не обратили внимания. И вот, понимаете, вот эта вот работа какая-то такая... Мягкая, мягкая, мягкая. Шла, 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 шла. И потом мы с ней пришли всё-таки к такому решению, очень активная, яркая такая девочка, очень социальная. Такая вот, ей нужно общение всё время. И потом мы раз переключились, и она к концу, к окончанию учебного года, она уже была не бело-чёрная. Ну да, я понимаю. Понимаете, да. Ну, опять же, да, это такой... Наверное, 90% детей, мы же их получаем первокурсниками, да, то есть то, что удалось сделать вам спасибо, а то, что не удалось, нам приходится принимать, да, эту эстафету. Но, безусловно, очень любопытно, вот в УЗИ 4 года, да, тоже наблюдаешь, как приходят вот совсем ещё, тем более там ещё этот переход, что я был школьником, а теперь я в УЗИ. Это первый семестр очень многие теряют, потому что вот эти вот осознания некой взрослости, а ты ещё не знаешь, как взрослым жить? И вот какой-то идёт поиск себя, и очень много ломается копьев, да, и так далее. Но, тем не менее, безусловно, очень приятно наблюдать, когда кажется, что такой человек, на которого он даже, ну, многие уже рукой махнули, а потом потихонечку, если правильно выстроить работу, дать ему то направление, которое ему интересно, и смотрит, что незаметно. А потом всё, человек становится уже взрослым. Сейчас взрослым, несмотря на то, что у нас молодёжь уже там до 40, уже скоро продвинут, взрослым сейчас становится раньше, потому что стоят конкретные задачи, можно зарабатывать хорошие деньги, уже можно строить семью и так далее. Вот мне кажется, что, возвращаясь к кадетской теме, кадетской школе, такой важный момент, что есть некий такой другой порядок, который помогает им, наверное, встроиться в современную жизнь иначе. Ну, вот это противоборство с прическами, да, ну, вот нам же хочется, мы же в нашем понимании кадет, это, ну, военные, да, это военные. А в военной отрасли... Я уж боюсь про тату сказать. Да, существует определённость. Ой, ну, тату на уровне школы, как бы, если они где-то что-то себе там и набивают, но мы это не видим, слава богу, они прячутся. То есть вот такого ярко выраженного, да, ну, они не позволяют. Хотя иногда на выпускном, ну, когда бы уже... Вдруг. Когда уже вдруг... О, боже мой, видишь. Ну, уже всё, уже поезд ушёл. Ну, это их выбор. Мы сейчас делаем паузу. Ясно одно, что задача остаётся по-прежнему самая простая – помочь. Не заставить, а помочь ребёнку стать человеком. Делаем небольшую паузу и дальше о депутатских делах поговорим с нашей гостьей. Наталья Геннадьевна Скисова сегодня у нас в гостях в студии «Открытого диалога». Напомню, что это программа «Открытый диалог». Наталья Геннадьевна Скисова, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы здесь у нас в студии. Со школой поговорили. То есть у вас явно не 56 часов дней отдыха, да, официального? Нет. Нет. Потому что вы депутат. А депутат – это структура круглосуточная. Мы всегда так общаемся с Натальей Геннадьевной, когда она приходит. А летом что, у депутатов тоже много работы? А проблемы разве летом отходят куда-то? Ну, как-то. Может быть, просто часть населения выезжает на дачу вместе с проблемами, а потом они возвращаются. Тогда осенью они, да. Но сейчас у нас очень активно идет период отчета о своей деятельности перед населением. Как он проходит, этот отчет? В каком виде? Встречаемся. Встречаемся, рассказываем. Рассказываем о том, что делаем мы. Рассказываем о том, что делают наши областные депутаты, потому что мы работаем в такой хорошей связке. У нас три областных депутата, они все замечательные, они все наши. Рассказываем о том, что вообще сделано. Потому что, не знаю, мы говорим же уже о том, что у нас выборы предстоят в этом году. Мы говорим, что нам скрывается. И, конечно, тоже очень много вопросов по этому поводу. И форма проведения выборов, она будет такая и очная, и заочная. Удобно, скажем так. Удобно, безусловно. Если включать, что это летний период, говорить о том, что это летний период, то, конечно, это очень удобно. То есть любой может отдать свой голос любыми способами. Находясь где угодно. Ну, это, наверное, такая наша жизнь уже. Другое дело, что до сих пор есть скептики, как мы понимаем с вами, что вот что-то там. Но пока мы знаем, что выборы будут, как только уже официально будет все объявлено, будут все программы вывешены и так далее. Вернемся к депутатам, которые пока работают. А скептики пока вас перебьют. Вот знаете, я вспоминаю, например, как ходила на выборы, будучи ребенком со своими родителями. Ведь раньше это был праздник огромный. Пирожки продавали. Пирожки, музыка играла. Все шли, вот знаете, как шли на демонстрацию 1 мая, 7 ноября. Вот такой же был и это какой-то вот на таком подъеме. Такой праздник был. И сейчас я хочу сказать, вот в последние годы, мы же тоже, находясь в школе, избирательные участки на территории каждой школы есть, с огромным удовольствием. Я раньше была председателем комиссии избирательной, ну а теперь, когда депутат, конечно, нет. Но я всегда нахожусь, потому что приходят бывшие выпускники, приходят родители. Это, знаете, но это приятная встреча, как вечер встречи с выпускниками. Да, 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 дополнительные. Да, дополнительные. Но это тоже все равно на таком вот подъеме каком-то эмоциональном проходит. Поэтому, конечно, часть людей, которым пожилые люди, они тоже с удовольствием идут. Потому что, опять же, у нас, например, пирожки, у нас, опять же, музыка, у нас обязательно концертная программа практически нон-стопом идёт. Надо к вам прийти на пирожки. Поэтому всё равно это вот ощущение такого праздника. Ну, мы понимаем прекрасно, что жизнь меняется, всё меняется, но важно одно, что у каждого гражданина есть право выбора. Да, да. А скептики, вот, есть наблюдатели будут какие-то, да, скептики тоже будут всегда. Конечно, а как без них? Да. Вот. Ну и ошибки тоже могут быть, но для этого существует у нас законодательство. Я думаю, что, кстати, придёт время, мы обязательно в нашей программе поговорим о технологии выборов, чтобы вы всё это услышали. Вернёмся к вашей работе. На сегодняшний день где, как вот в отчётах, немножко читайтесь перед нами, чего сделано? Ну, нам, мы уже с вами когда встречались, говорили о том, что изменились границы нашего округа. Теперь, помимо гарнизона, который всегда наш традиционный был, к нам ещё присоединили 115-й квартал. Территория была нам незнакома, мы там никому не были известны на этой территории. Поэтому в предвыборную кампанию мы так очень плотненько эту территорию изучали, встречались, ходили. Ну и как результат выбор показали, что нас там, в общем-то, приняли, признали, да, поддержали. И сегодня приходят жители, точно так же встречаемся. Вот вчера буквально звонит мне одна наша жительница Натая Геннадьевна. А вы видели вот там-то что-то? Я, вроде, видела, недавно сама проходила, как раз говорю, в голове строю план, как эту проблему решить. Ну, я очень благодарна, на самом деле, людям, которые неравнодушны, а у нас их действительно много. И это поколения разные. Это и молодёжь, которая очень активна. Я всегда спорю с людьми, которые говорят, вот, нынешнее поколение, нынешняя молодёжь, они такие же. Они тоже всё могут, они всё умеют. Вот, и, конечно, безусловно, одни из самых таких активных, это наши пожилые, не хочу, не хочу, да, профессиональные избиратели. Да, 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 вот такие люди, которые действительно, как говорят, у них мышь не проскочит. Вот, они всё видят, они за всем наблюдают. Старушек возле подъездов никто не отменял, и тоже им огромное спасибо. Вот, они всё держат под контролем. Поэтому очень благодарна всем. Ну, а вот как день ваш проходит? У вас же есть ещё встречи с избирателями, да, то есть очные встречи, и также можно с вами связаться по телефону, да, любыми способами. Вот, с какими вопросами приходят на ваш депутатский день? Ну, вообще, я... Это могут быть разные вопросы, абсолютно. Но я являюсь куратором партийного проекта «Новая школа». То есть всё, что касается образования, это, безусловно, обращаются ко мне. Если обращаются к кому-то из коллег, они перенаправляют... Ну, это удобно, да. ...с решением этих вопросов ко мне. С вашим-то опытом. Да, наша пятёрка, вернее, четвёрка, четвёрка наша, она вообще же уникальная, да, у нас там все сферы мы... Разделили. Охватили, охватили. Вот, поэтому мы работаем всегда в команде, и у нас все вопросы решаются, в общем-то, не мой вопрос здравоохранения. Роман Викторовичу звоню, перенаправляю людей. ЖКХ, Александр Александрович, спорт, молодёжь. Леонид у нас за это отвечает. Ну, а вот вы сказали, областные депутаты, как с ними строится работа? Всё-таки у них больше чуть-чуть возможностей? Конечно, безусловно. То, что вам, например, с вашими возможностями несоизмеримы иногда, может быть, да? Конечно, конечно. Как идёт работа? Если поступает вопрос, который нам тяжело решить, ну, в силу определённых обстоятельств, да, конечно, ни разу, я хочу тоже поблагодарить наших областных депутатов, ни разу, на моей вот практике памяти не было, чтобы нам отказали. У них есть возможность, это называется так, инициативное бюджетирование. Я думаю, когда они у вас бывали, они об этом рассказывают. То есть они имеют возможность выполнять наказы образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры. Вот. И тоже всегда это очень хорошая помощь, потому что это привлечение дополнительных средств к решению каких-то таких, знаете, уже конкретных, серьёзных вопросов. Вот. А так точно так же перенаправляют. Бывает, что они, к ним кто-то обращается, а вопрос, который мы можем решить, они к нам перенаправляют. Ну, мы работаем в очень тесной связке. С администрацией как? Ну, администрация у нас тоже замечательная. Сейчас буду всех хвалить. Все замечательные. Да, буду всех хвалить, но вот честно говорю вам, что мне никогда не отказывают, всегда идут навстречу, всегда находим понимание. Даже если возникают какие-то ситуации, которые, ну, наверное, не совсем там... Спорные немножечко. Спорные, да. Приходим к консенсусу. Приходим. Решаем. А собирается вообще летом депутат? Или в онлайне всё решаете? Я имею в виду именно депутатским корпусом. Как у вас выставить? Нет, у нас по мере необходимости, если возникают вопросы, мы же принимаем тоже очень много таких актов законодательных. Общих на всех депутатах. Вот, при необходимости, конечно, мы собираемся. Ну, летом, конечно, немножечко пореже. Пореже. Да. Ну, там уже ближе, наверное, опять же, в августе наверняка будет. Уже будет, да, вернёмся в прежний режим. Во-первых, выборы, во-вторых, 1 сентября, День знаний. Ну, депутаты, они же не просто космические люди, у них тоже есть семьи, они должны тоже немножко проводить время с детьми. Нет, наши депутаты, это космические, в космическом городе живём, поэтому депутаты должны быть космические. Ну, и в финале программы, не могу не адресовать вам традиционный вопрос, но мы поняли, интрига какая-то существует с кадетской школы, приятная. Да. Знаем только, что что-то будет расширяться куда-то. Будем расширяться. Вот, да, будем расширяться, будем расти. Вот. А себе какие ещё планы строите? Что в ваших деловых записях там в ближайшее время? На это лето или, может быть, на осень? Как кто? Как Наташа? Как директор, как депутат? А вот вы так сказали, как Наташа, как директор и как депутат. Как Наташа очень хочется отдохнуть, вот прям, знаете, вот прям отдохнуть, чтобы без телефона, без... Я же недавно стала бабушкой, поэтому хочется вот прям погрузиться. И кто же у нас родился? У нас внученька родилась, счастье, наше солнышко Алексия. Вот. И, конечно, я вообще-то выходная бабушка больше, хотя вечерами стараюсь тоже забежать, ну, хоть ручку поцеловать. Так, с Наташей понятно. Да, поэтому очень хочется. Как депутат. Ну, как депутат мне очень хочется, что мне хочется? Чтобы на нашем округе было меньше проблем. Чтобы сказала и сделала. Да, чтобы вообще... Знаете, ведь если каждая служба будет честно, добросовестно выполнять свои обязанности, проблем будет меньше. Конечно. Ну и как директор? Ой, как директор школы вообще. Сейчас новые же придут. Мне кажется, всегда такое волнение, когда новый набор, они волнуются, вы волнуются, все волнуются. Больше всего волнуются родители. Родители. Больше всего. Телефон просто не умолкает. Да. Очень переживают. Никак не могут понять, что формирование классов еще набор идет. Мы даже сформировать еще пока классы не можем. А им очень хочется уже узнать, где они будут, кто будет их учить, в каком кабинете они будут, каким учебником будут заниматься, в какой форме будут ходить. Вот им... Они же тоже, особенно если первый раз отдают ребенка в школу, для них это событие. Это же целый... Впереди целые 11 лет новой абсолютно жизни. Да. И очень важно для меня, как для руководителя образовательного учреждения, чтобы эти родители стали все нашими союзниками, потому что мы будем делать одно общее дело – растить наших замечательных детей. Вот, вот точка прямо для программы отличная. Наталья Геннадьевна Скисова. Наташа, бабушка, депутат и директор целой кадетской школы. Вам все-таки надо отдохнуть, параллельно успевать решать все вопросы. Вот. Ну и пожелаем, чтобы с 1 сентября вот этот новый... Знаете, как обновление тоже у тебя так в друг раз и происходит, потому что новые дети приходят. Ну и старых мы не забываем. А вот от новых детей мы и получим новый импульс. Новый импульс. И вам тоже новых импульсов, всем зрителям программы «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова